не всегда выпадает такая минута когда можно быть в покое когда никто ничего не мешает тишина мне нравится такое время она помогает больше сосредотачиваться на на кришне на бой вот я хотел бы сегодня рассказать как же все-таки стал кришнеидом история интересная хотя могу сразу всех поздравить чтобы все кришнеиды потому что осознание бога это и есть можно сказать человек это кришнеид потому что он осознает кришну то есть бога все привлекающего господа как я стал кришнеидом раньше я вообще увлекался эзотериками изучал астрологию и хорошо изучал кстати с самого детства сначала это все было на перепечатывание переписывание книгами потом я так заинтересовался что после академии астрологии там тоже целая история курс астрологии мюнгельского института про психологии то есть эзотерика у меня нет он тянуло на нее вот я даже предсказал рождение своих детей я был когда я женился это было почти 27 лет без трех месяцев женился и когда у нас произошло зачатие ребенка и я посмотрел карту жены и сказал ты знаешь у тебя будет сын интересно было бы посмотреть а что у меня будет я посмотрел свою карту меня тоже будет сын я знаю значит у нас будет сын первый ребенок вот а когда же произойдет произойдут роды начал я начал высчитывать и так и знаю что инкубационный период женщины составляет 273 дня а в зависимости от того на кое луне она родилась или на возрастающей или на бывающей луне там нужно прибавить или отнять эти дни я посчитал там 9 дней выходила и я вот вывел ага 12 апреля это будет 273 дня плюс 9 дней значит 21 апреля она должна родить ребенка все и мы уже ориентируясь на эту дату и так можете представить 3 апреля вот у жены схватки воды отходят уточком это было утром 4-5 утра я сплю все она говорит ты знаешь у меня схватки по моему воду начали отходить я говорю все это подожди какие воды у тебя 21 апреля такой рожат еще сегодня только третье 21 апреля потом я закрываю глаза и чувствую слышу как в комнату входит много 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 живых существ комната наполняется живыми существами это все равно что наподобие когда поезд визжает на платформу железнодорожного вокзала и знаете такой звук много много людей много много звуки людей я слышу эти звуки много женщин дети все все очень так много 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 и слышу обращение ко мне обращение ну не ко мне может двоим дети дети мальчик я так сразу глаза открываю цвету дернул ты знаешь ты сегодня родишь ты сегодня родишь и она сегодня уже родила в 7 часов вечера был дождь было благостно индра управляет дождями это благость и родился сын он сейчас тоже инициирующий ученик на и махара ждал сам такие вот это было благостно так вот что интересно когда я слышал те голоса я закрыл глаза я почувствую как тело я начал вставать со своего тела то есть мое тонкое тело начало подниматься стою вот и смотрю и смотрю как бы чувствую что вот те я то лежу а на самом деле я встаю то есть выходил из тела я только сосредоточусь опять падаю себя то есть вот такие у меня начали появляться интересные моменты потом когда я увезли скорая помощь забрала вот я остался один но воспоминания те что у меня вот это что произошло утром начало меня как бы не то что настораживать умели опытства то есть кто почему это все это произошло вот и я начал как немножко даже побаивался один остался дома вот я же быстренько брат беру книжки меня там было было белая магия значит вот я читаю помню рак и читаю все негативное что можно разрушить внутри и вокруг себя нас есть определенная мантра и нужно произносить там ом раун ши раун я не помню как вот я начну произносить и помню что это было на санскрите ведь эти мантры в санскрите и ощущение такое что вокруг меня цепируется первый раз когда я начал ее произносить с таким тяжелым скрипом потому что санскрит можно язык запутаться мой язык может запутаться произношу один раз так еле-еле дочитал до конца и такое ощущение что 50 процентов всех этих цепей обрушились обрушились как-то немножко облегчение такое стало нет такой настороженности второй раз прочитал там три раза второй раз прочитал еще легче и третий раз вообще быстро прочитал и как бы цепи разрывались опустились я стал свободнее как-то гнать какой-то груз меня снялся вот так что дальше начал высчитывать там аж нужно как-то защитить свое пространство понтактами вот ну вы знаете что понтакли это рисуются такие разные фигуры вывешиваются на стенке над кроватью где которого защищают защищать защитные понтакли правило интересно это был равносторонний треугольник меня целая история про него есть как я но это ладно расскажу я вышел вечером надо выходить вечером было на перегрузок дорог 12 ночи и там читать придом и мантру потом приходить домой на голубом фоне рисовать треугольника на стороне и вешать его на своей кровати то что я и сделал после этого конечно легче стало ощущение такое успокоение ощущение успокоения ну что еще характерно что весь дом я жнился как бы этот дом где жила света он имеет будто негативную природу там аж как князь жил даже трехэтажный особняк он пришел коммунальную собственность но там постоянно я чувствую какое-то напряжение люди ссорились бились все вот так вот как-то не не по-свойски все происходило чувствовал что там как-то не уютно вот и вот это ощущение что люди приходили ко мне так что это все слышал на двоих спонтакты может успокоилась ну и следующее день нужно как бы найти ответ на свой вопрос меня есть друг андрей он занимается он экстрасенс думаю к нему пойду он что-то больше читает больше знает думаю к нему пошел к нему не задал вопрос андрей скажи вот у меня такая ситуация вот я слышу эти голоса я слышу как приходят то есть очень ощущаю эту природу тонкую что нужно делать ты знаешь вот смотри ход гита вижу я тебе советовал почитать я был плоти пусть эти дам хотя бы в начале почитаю вступление на мне есть металла когда-то я купил ради ради картинок она у меня дома лежала уже наверное пару лет но я никогда не он не мог дотянуться хотя один раз я читал но никак не понимал пункты возьми почитает ну под этим настроением я так понял что там значит должен быть ответ и я пришел домой читают хватит у вступление и понял одну вещь что там было написано что если где и хотите чтобы вас не было проблем читайте халекришна мухаммад великая песня освобождения нас она освобождает и вы умиротворяетесь но это мир счастье покой вам приходит я меня это заинтересовало неужели так просто я очень быстро сделать четки нужно было сделать четки можно было там я сделал с ивы взял им лобзиком порезал сделать чёточки перевязал как положено там украсова написано в конце книги там есть как можно сделать четки вот я это быстро сделал и начал читать все это происходило тогда когда жена находилась в роддоме я читал и вы знаете чувство умиротворения облегчение покоя ко мне пришло я понял что все негативное какое у меня было может быть внутри может быть внешне все она как-то разрушилась вместо было легко свежо свободно я очень сильно начал заинтересовался я понял результат я начал сильно это практиковать я это ощущение потом дальше все дело в том что когда я читал раньше и не понимал но после того как вот у меня произошло это облегчение я уже начал доверять ей я когда я читал где-то на 14 15 стихе не помню какой главы у меня прошло откровение то есть слезы градом пошли я смотрел помню как смотрю в небо и радовался радовался что я достиг какого-то состояния что мне начало что-то открываться я понял что материальный мир это не последняя инстанция понял что есть другой мир более возвышенный мир и более возвышенное сознание не радость пришла сверху радость пришла я начал очень сильно потом практиковать я помню чтобы ходить куда читал я не мог дождаться когда начну шри макхара в этом читать и что самое интересное что почему такое доверие пошло к этим книгам потому что то что со мной происходило я потом книг это вычитывал а ну там разжёвано было описано что дальше происходит да действительно когда рождается ребенок приходит родственники дать им благословения вот я это все потом еще туда когда написано так что когда вы начнете считать 6 макхаутом ходит у вы поймете что этих них достаточно для того чтобы познать все познать истину и все остальные книги не нужно будет нужды в этих книгах и у меня это состояние пришло до того где-то прочитал я когда начал это читать я думаю зачем тогда мне все это у меня библиотека я была хорошая библиотека я 2 макулатуру собирал книги вот и когда начал вот это все больше узнавая сашимат хаутом ходит я понял что этих них мне достаточно они заменяют все и я помню что даже взял все книги и занес это у нас букни из магазин вот отдал туда эти люди приходили туда я им просто их раздавал хотя раньше я получил большие деньги в макулатуру сдавал это был дефицит не так как вот сейчас вот и раздавал мне было радостно радостно оставаться с ними него та же самого я тогда и и астрологию отдал у меня был курс астрологии мюнхенского института про психологии который дорого тогда купил тоже отдал то есть я понял что это выше вы понимаете я понял что это выше вот так я как бы стал кришнаитом начал подряд кришна и махамантру вот а дальше что происходило это были моменты просто незабываемые и радостные моменты даже сейчас если вспомнить не то что вспомнить а я в этом мире живу вот это очень возвышенно очень даже смотрю читаем до формы где собираются люди разных конфессий вот и видно по тем словам как вот они произносят видно сознание человека я могу определить сознание человека в комнате человек сознание находится на каком уровне он находится интересно это вот ощущение ощущение видите разницу ощущение видите разницу вот так вот так я стал кришнаитом